Приветствую вас коллеги, меня зовут Максим Коростиев и я технический эксперт компании Сингента по садам виноградникам. В предыдущем выпуске мы с вами говорили о гнилях сердцевины яблок и как бороться с ними. И тема сегодняшней нашей встречи подходы к применению инсектицидов на яблони. Основной вредитель яблони яблоневая плодожорка и мы с вами в основном защищаем плоды от нее. Но кроме нее в саду еще есть и тли, клещи и другие. Как сегодня строится традиционный подход в защите от вредителей? В первую очередь система строится против яблоневой плодожорки и тогда когда сопутствующие ей вредители, а именно тли, клещи достигают пороговой численности или имеют высокое значение, применяют баковые смеси с инсектицидами против них. И все бы хорошо, но только приходится постоянно мониторить сопутствующих вредителей, мониторить численность клещей, тлей и не всегда на участках садов эти вредители распространены равномерно. И нам приходится каждый раз делать мониторинг и следить когда же у нас численность клещей и тлей будет пороговой и надо применить препарат. И все равно мы где-то можем опоздать с обработкой и эффективность препарата будет невысокая. Итак, подытожим с вами. Какие же сложности при традиционном подходе? Во-первых, это постоянный мониторинг вредителей. Во-вторых, неоднородность распространения вредителей на участках. И в-третьих, это приготовление многокомпонентных баковых смесей, что не всегда бывает полезным и не всегда благоприятно влияет на эффективность каждого препарата в отдельности. С приходом новых препаратов широкого спектра действия открывается новое окно возможностей. Стало возможным заранее запланировать обработки и придерживаться схемы их применения. Развитие вредителей связано с фазами развития растений. К примеру, мы все знаем, что красный плодовый клещ начинает свое отрождение вперед в розовый бутон, а яблоневая плодожорка начинает лететь с начала цветения, а вредоносность ее наступает уже с появлением плодов. Препарат лирум имеет широкий спектр действия. Он контролирует как плодожорок, так и клещей. Суть нового подхода заключается в том, что мы по первому поколению яблоневой плодожорки два раза применяем лирум по литру на гектар, а далее уже продолжаем обработки проклеймфит и волиам флекси. В этом и заключается суть нового подхода в защите яблони. Кроме того, эту связку препаратов лирум-лирум проклеймфит мы можем применять и в начале развития второго и третьего поколений яблоневой плодожорки. Какие преимущества нового подхода? Ну, во-первых, это контроль широкого спектра вредителей сада. Во-вторых, мы сами себе облегчаем мониторинг вредителей. В-третьих, мы сокращаем количество компонентов в баковых смесях, потому что эти продукты и так в своем составе содержат два ДВ. И в итоге, с помощью применения этой технологии мы можем выровнять, то есть обнулить фон вредителей на всех участках садов, на которых мы применяем. В итоге, применяя технологию лирум-лирум проклеймфит, а затем волиам флекси по первому поколению, мы инвестируем больше средств, чем могли бы. Но в итоге, во втором и третьем поколении вредителя мы будем тратить меньше. И в целом, система защиты станет более экономически выгодной. И мы сегодня с вами рассмотрели два подхода. Первый – традиционный, и второй – современный, который стал возможен с выходом новых продуктов. Выбор за вами. А я желаю вам хороших урожаев и без повреждений вредителями и болезнями. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok